Континентальный чемпионат удалось клаусе для национальной команды нашей страны. Два годы тому на европейской арене беларусы завоевали на два медали меньше. И это с улыком того, что конкуренция у спортивной акробатицы значительно взросла. Признанным лидером, у лику яких и беларусы уже наступают на пятки. Сегодня уже такая тенденция, что порой бывает и Россия, и Украина, и Беларусь могут проиграть Англии, Португалии. Ну вот настолько уже выросла акробатика в мире, в Европе. За семи узнагород, завоеванных представниками Гомельской области, пять у активовых аванцев Гомельской издюшар номер 4. У дорослых с поборництва гомельчанин Артур Беляков у пары с брюсшанкой Вольгой Мельник завоевал две бронзы – у многоборье и балансе. Тройка у складе Кристины Лишовой, Александра и Ксения Меламет привезла с европейского чемпионата две узнагороды. У юниорских с поборництвах яны завоевали золото у балансе и серобро у многоборье. Больше за девять месяцев подрыхтовки стали подмурком для удалого выступления. Тем более, что для спортсменок это был дебют на Евроарене. Мы на первое место, конечно, не рассчитывали, но где-то в глубине души очень надеялись. А вот вообще быть в призах – да, рассчитывали. Удалым дебют на чемпионате Европы отримался и для четверки юниоров. Андрей Сербунов, Антон Колесников, Владислав Щербитов и Павел Караткевич выиграли бронзу в альтыжных практикованнях. Часу на отпадшинах после чемпионата Европы у спортсменов нема. Праспал года – наступный отказный старт. Чемпионат свету, где гомельчане так само мают намер взмагаться за медали. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».